Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 1 августа, Православная Церковь совершает память преподобного Дия Константинопольского Игумена. Преподобный Дий родился в городе Антиохии Сирийской, в конце IV века в благочестивой христианской семье. С молодых лет он отличался воздержанием, принимал пищу в малом количестве и не каждый день, плоть свою усмирял бдением и непрестанными молитвами. За такие подвиги Господь даровал святому Дию бесстрастие и дар чудотворения. Господь в видении повелел святому Дию идти в Константинополь и там служить ему и людям. Святой Дий поселился за городом в уединенном месте, где люди боялись жить. Преподобный Дий мужественно боролся со злобными духами, пытавшимися изгнать его с того места. Он побеждал их молитвой и твердой надеждой на помощь Божию. Усердно помолившись, святой воткнул свой жезл в землю, прося Господа дать жизнь сухому посоху, если ему угодно видеть Дия, пребывающим на том месте. Господь услышал молитву своего угодника. Посох дал корни, начал расти и со временем превратился в огромный дуб, который долго стоял и после кончины святого Дия. Окрестные жители стали приходить к праведнику за советом, наставлением, просили исцеления от душевных и телесных болезней. Святой Дий молитвой врачевал недуги, а пожертвованное ему раздавал нищим, странникам и больным. Молва святом Дии дошла до императора Феодосия-младшего. Он пришел к святому Дию за благословением вместе с патриархом Константинопольским Аттиком. Император пожелал, чтобы на месте подвигов святого Дия был устроен монастырь и дал средства на его постройку. Патриарх посвятил преподобного в священный сан и поставил его игуменом. Вскоре к святому Дию собралась многочисленная иноческая братья. Обители понадобился колодец, его рыли долго и безуспешно. По молитве преподобного Господь извел источник чистой воды, которая вскоре наполнила весь колодец. Однажды святой, помолившись, воскресил утопленника. Много иных чудес совершал Господь через своего угодника. В глубокой старости преподобный Дий тяжело заболел. Он простился с братьями, причастился святых тайн и лежал на одре, как мертвый. В монастырь прибыли для совершения погребения святейший патриарх Аттик и, находившийся в Константинополе, антиохийский патриарх Александр. Святой старец неожиданно поднялся со смертного одра и сказал, «Господь дал мне еще 15 лет жизни». Велика была радость братья, святой Дий действительно прожил еще 15 лет, помогая всем советам, наставлениям, исцеляя больных, заботясь о нищих и странниках. Незадолго до кончины в алтаре церкви ему явился светлый муж в священнической одежде и предупредил о наступающем дне смерти. Возблагодарив Господа за извещение, святой Дий тихо скончался и похоронен был в своем монастыре около 430 года. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобной Макрины Каппадокийской, сестры святителя Василия Великого, празднуется обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца, чествуется собор курских святых, а также память благоверного князя Романа Олеговича Рязанского, преподобного Паисия Печерского в Дальних пещерах, блаженного Стефана Лазаревича Нового Высокого и матери его, благоверной княгини Милицева, святом крещении Ефросиния Сербских. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok